вот это удача соскучился дорогой на соскучился ну слушай я просто хотел показать кто меня постоянно ругает материт и обзывает ну так ты же не до американец конечно что тебе сушу с тобой что делать позор американского народа а ты американка я американка как с какого момента ты американка 25 лет уже как что тебя как тебе не стыдно ну вот я слушала сегодня твой разговор ну что ты не можешь ничего защиту америки сказать ну как же позорище позорище это говорит два языка русский язык на украине не надо потому что вот у вас в америке же английский ты такой давно с америки английский у нас испанский язык у нас звони по телевизору алёни тормози юлька нету мексиканского языка ну неважно ты можешь называть его испанским в мексике они на самом деле говорят на сленге также как украина на русском это у них русский но он типа сленг у них у них якобы у них типа украинский. Да я знаю, что ты записываешь, я смотрю, как ты меня искал, я же тут тебя следила за тобой, записывай. Ты меня не смотрел, ты меня всегда следовала. Не всегда, но, но, я на заметку твои все проколы, я их все записываю. Как можно было не дать этот аргумент и не сказать? А в США тоже два языка. Вот ты звонишь в Customer Service, тебе сразу говорят, выберите Habla Espanol или English, и ты должен выбрать. Хотя у нас даже 50% нету мексиканцев в стране, но уже давным-давно все документы на испанском и на английском. Пойди в Канаду и на французском, и на английском. А ты сидишь вот, закрыл, и такой аргумент не мог украинцу сказать. Позор тебе, бабичек, ты ничего не знаешь про Америку, ты вообще недоамериканец, ты вообще ничего не можешь про Америку сказать. Потом опозорился, опозорился. Паспорт, надо нести паспорт, наголосовать в Нью-Йорке. Да у вас в Нью-Йорке вообще без документов. У вас в Нью-Йорке даже драйвер-лайсенс не требует на голосование. Как не стыдно-то просто. Я вот смотрю твои видео, и я думаю, как можно так низко пасть? Да тебя украинцы должны были запинать. Вот сейчас до тебя попался собеседник и говорит, Бабичев, этот я знаю про него, он пророссийский блогер, и он ненавидит украинцев. Я говорю, так его русские тоже терпеть не могут. Он же уже на двух стульях такую растяжку сделал, чтобы получил со всех сторон. Русские блогеры ему напихали. Вон как тебе напихал, хорошо, культ просвет по поводу санкций. Это было бы вообще, вот стой, поздорище. Ничего не знаешь. Ни про санкции не знаешь. Ни про это самое, международное право не знаешь. Тебе только украинцам на никель посылать. Вот это все, что ты можешь делать. И я этому бедному только что про украинцу, я сказала, вы не бежайте с на Бабичева. Это его просто единственный конек, который у него есть. Это нападать на украинцев, троллить их и отправлять их за никелем. Касается США, он ничего не знает. Голосовать он не знает. Законов он не знает. Политику Трампа, программу Трампа не знает. Программу Камалы Харрис не знает. Законы не знает, новости американские не знает. Ты вообще, кроме вот Украины, вот если закончится война, Бабичев, ты же обанкротишься. У тебя же не будет даже копейки денег сбора. Больше на твоих ютуб-каналах, потому что ты... Я же таксист. Ну только что таксовать. А такси-то тоже все, извините, уберу же сейчас. Такси тоже, безработица в Америке, инфляция. Как ты собираешься в Америке? Куда ты побежишь? Куда ты побежишь? Ты в России обосрался, тебя уже никто не любит, тебя не примут. Таджикистан, ты таджикский язык знаешь хотя бы? Тебе только в Таджикистан, ты туда не хочешь. В Израиле война. Сейчас их там расхерачат всех. Они побегут в Украину, на Украину побегут эти евреи сбегать. Как они оккупировали эту несчастную, как его, умань. И там цыплят, в Нью-Йорке цыплят, крутят и цыплят. Бух, бух, ты видел? Пойди возьми кисли, так как так можно? Стали эти ортодоксы в центре Нью-Йорка, и цыплятами крутят и цыплят, бьют это грехи они свои. Это ужас. Эти евреи расплодились по всей Америке. Они захватили всю Америку. Они сбивают этих цыплят. Они захватили уже эту бедную умань. Что там, чат, бедные? Она, нет, я не с Украины, я с Кубани. Канал, техасцы в России. Да, повар у меня кубанский. Что? Это я любимец Бабичева. Если вы не знаете, Бабичий мой поклонник, он меня вообще обожает. А я его все время, значит, чморю, а он меня любит. Тем не менее, за это. Да. Постарела. Я не постарела, а я поправилась. Не понял, тут жить хорошо стало или наоборот плохо жить стало? Хорошо. Уши дешевую еду. Хорошо, я сейчас миллионерша. Кстати, ты знаешь, Бабичев, вот ты сейчас упадешь. Я, что творится в Америке с целыми на недвижимость? Вот скажи, ты говоришь, в Америке жить хорошо. Америка валится. Америка разваливается. Америка просто катится. Ты где сейчас, Юлька, подожди. Я сейчас в Техасе, поэтому я была под Техасом. А почему ты в Техасе? Сын сейчас, сын у меня сейчас в России, мой сыночек драгоценный. Он в России один, один сейчас сидит. А дочка, которая вышла замуж, она меня решила сделать бабушкой. Мне пришлось срочно ехать. Так она, подожди, подожди, она вышла замуж еще в мае. Что ты здесь делаешь? Она вышла замуж в апреле. Я уехала в Россию с сыном. Я уехала с сыном в Россию. Уехала. Я была в России. Привезла сына. Собиралась там уже окончательно жить. А вот поскольку дочка вышла замуж, они решили... Ну, они не планировали. Вы решили обмазаться и не жить в России? Она... Нет, я приехала помочь ребенку, соответственно, с родами. Я ж не могу оставить ее в тяжелом. Что ты можешь помочь с родами? Даже если она в апреле замуж вышла, еще далеко до родов. Еще в февраль. Слышишь, ей плохо. У нее токсикоз. Она ничего не может делать. Мама приехала, варит ей... Война на Украине. Варит ей компотик. Везде война. Мама варит ей компотик. Мама вообще ей помогает тут жить. Ей надо поддержка моя, у нее никого нет. Представляешь, приходит... Как этого нет? Подожди. Он на сироте, она за сироту замуж вышла. Ну, там у него свои родители, а у нее вообще-то своя мама есть вообще-то. Если на то пошло. Слушай. Слушай, а твой благоверный... Подожди. Все тут... Ну, тут все. Ну, мой на ранчо живет. На ранчо. Смотри. Пришло мне имейл сегодня. Вот тебе, смотри, что творится в Америке. Что творится в Америке? Ты думаешь, интересно моим подписчикам это слушать, что тебе имейл пришло? Нет, смотри. Цена моего дома, который я продала год с копейками назад. Цена моего дома. Вот смотри. Окей. Это сейчас его цена. Сейчас цена. Продала за миллион, уже миллион триста домов. Куда идут цены на недвижимость? Куда? Куда идут цены на недвижимость? Что происходит в этой стране? Так, нормально. Вверх идут. Инфляция. Так что, вот. И я тебе про что? Ты сидишь и говоришь. У нас в Америке. У нас демократия. У нас в Америке. Все прекрасно. А что демократия? А что я должен... Подожди, подожди, подожди. Ты здесь живешь сейчас. Юлька, подожди. Ну, я временность. Я временность. У меня голова начинает от тебя болеть. Я тебя не видел. Ты больной вообще? Ты пьешь чай? У тебя гриб. Где твоя жена? Пусть она тебе принесет таблетку. Тихо, подожди. Выпей таблетку от гриб. Ты ненавидишь Америку. Да, ну, Юлька, ну, помолчи. Ты ненавидишь Америку вообще. Ты ее терпеть не можешь. Ты больной, что ли? Ты больной? Ты больной? Я ненавижу Байдена. Я ненавижу Байдена. Я ненавижу политику США. США сошла с ума. Правительство США. Я люблю народ американский. Я люблю всех родственников моего мужа. Я люблю всех своих американских друзей. Я люблю своих всех каворкеров, с которыми я раньше когда-нибудь работала. Я люблю родственников мужа жены. дочки моей, точнее родственники мужа дочки, вот так вот то есть у меня куча американских друзей шатаржок, бабушка ты можешь говорить медленнее, Юлька послушай меня, дай я тебе один вещь скажу, послушай один вещь, да, таджикский, давай скажи твоего начальника ты живешь в вирейской комьюнити, жаришь шашлыки послушай меня английский не знаю, работаешь таксистом я же тебе звук не хочу послушай меня, так если Трампа выберут, ты отсюда не уедешь? так а что его, во-первых, не выберут во-вторых езжай отсюда не веришь, да не веришь, что его не выберут хорошо, если вы выберут что ты ожидаешь от Трампа, когда его выберут? ты знаешь, что он собирается войну с Ираном начать я ожидаю от того, что ты не останешься здесь я не останусь по-любому я уже квартиру купила в Краснодаре которая достраивается она будет готова в январе-феврале а в коробке живет? сняли квартиру ему пока там подожди, а где ты жила от этого? я снимала квартиру, пока у меня строится новая квартира в новостройке я получила все документы, какие мне нужны купила квартиру на устроительную подожди, а ты что получила, это как дожинка, что ли там? нет, я получила внутренний паспорт российский, чтобы купить недвижимость ты же там работу, ты же хвасталась, ты там работу нашла я работала онлайн через интернет в смысле, как переводчиком онлайн? как переводчиком через интернет заходишь и переводишь зачем ты всегда врешь, Юлька? ты что, больной, что ли? бабича, ты показываешь себя опять тупым опять тупым ты ты себя показываешь тупым сейчас все переводчики ты можешь переводить для госпиталя в Калифорнии и находясь в Краснодаре что ты читаешь в чат? что тебе там поддержка моральная нужна? с какого языка ты переводишь? с английского сначала ты проходишь тесты специальные проходишь тесты ты должен набрать специальный балл я набрала самый высокий балл, 12 потому что, как ты знаешь, у меня MBA с американского университета кто бы сомневался? кто бы сомневался? поэтому у меня отличный английский я набрала самый высший балл я переводила, пока я была в Краснодаре для госпиталей, который находится в Калифорнии ну не только для госпиталей social security тоже переводила вот потом у меня дочка решила рыдить ребенка я приехала помочь дочке и тут мне предложили тоже очень хорошую работу по контракту очень высокоплаченную тебе здесь мадам Брошкина погоняла придумали да мне похеру потому что они думают я похожа на Аллу Пугачеву ну я похожа у меня волосы как-то такие да ладно, не вести себе мадам Брошкина тебе больше ну ладно, таджик сиди уже там будешь там умничать это твои все любовницы они там все твои поклонницы видишь, мне там некоторые пишут вот так вот видишь видишь скажи мне Брошкина ты знаешь скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты вот как ты можешь дружить с этим придурком актером по жизни он же конченый нацист он же нацист он же вообще сионист я с тобой дружу я чувствую я всех растеряю я когда тебе сказала что мы с тобой друзья это с каких пор ты меня конечно приглашаешь на шашлыки и на вино что ты читаешь понятно что там твои любовницы сидят которые тебе задницу лижут они там тебе умирают за тобой они просто в шоке я тебе предлагал если у тебя необходимость есть я тебе сам закажу слушай у тебя есть Юра вот Юра мой любимчик если мне надо что-то я Юре сказала я уже Юре сказала когда мы все разведемся мы с Юрой найдем друг друга ты тут при чем вообще у нас есть у меня есть Юра у нас любовь с Юрой ну не мешай что ты мне предлагаешь Юре могу куда-то поехать я здесь как таксист могу тебя отвезти к Юре а ты это не раб или таксист признайся прилетай в Нью-Арк ты же английский не знаешь как ты таксуешь ты там через переводчик косит-косит глазом что ж там люди сказали что ж там люди скажут я смотрю я читаю я думала ты хотел поговорить со мной а ты сидишь смотришь самолюбие свое подхлестывает что ж там мои любовницы сказали которые которые это самое бегают за мной пишут на всяких гадостях в чате любое твое сообщение про тебя твои потом налетая твоя банда поклонниц гадостей никто не пишет Юлька вот больше чем ты с тобой еще может этот Арумас может еще с тобой посоревноваться и то немножко больше гадостей чем ты мне никто не пишет Бабичи вот смотри ты живешь в Америке ты хотя бы раз когда ты ездишь ты чего все время в рулетке сидишь ты все время едешь в машине и сидишь в рулетке включи американские новости послушай что в стране творится послушай что происходит в политике Америки, что Трамп предлагает, понимаешь, Трамп собирается с Ираном воевать. Ты вообще не в курсе, ни о чем ты бежишь за Трампа голосовать. Трамп собирается Израилю вообще уже отдать всю Америку. Тебе нравится? Тебе такое дело, ты дом в Краснодаре купил, собралась, чемодан, вокзал Краснодар. У меня здесь тоже дом, у меня здесь тоже дом, у меня-то тут тоже дом, в горах. Я еще не продала, я передумала, мне дали оффер, я передумала, я передумала, потому что будет ядерная война, в случае чего, у меня надо в горах отсвиживаться. А если будет гражданская война, куда бежать? Ну что ты рассказываешь? Ну что ты тупой, Бабичев, ну конечно же, не в Техасе, это в Оклахоме, это индийские резервации, чокта, 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 у индейцев чокта у меня в резервациях индейцев, чокта у меня 52 акра и дача, в горах. Ну что ты тупой, какие горы в США, в Техасе? Хотя есть горы, если ты едешь на границу с Эль-Паса, там полно гор и канюны. Юра, да, Юра, Юра вспоминает. В Штатах две горные гряды, одна это у нас, Апалачи, вторая это Кальдерьер или Роски Маунтенс. Слушай, тут тупой, есть горы, называются Кимичи Маунтенс, Кимичи Маунтенс, 3000 фит высотой горы в этом самом, в Оклахоме, в резервациях индейцев. 3000 фитов, это ты говоришь один километр, они даже ниже, чем Денвер. Ну какая разница? Это ближайшие горы к нам. Ну к Техасу, ближайшие горы. Идейцы ходили туда какать. Ты что, больной что ли? Ну там, конечно, полно стрел. Слушай, я не знаю, что тебе завидно, что у меня дача в горах или что? Я вообще завидно, что у тебя горы есть. Завидуй, конечно же, у меня все есть. У меня и горы, у меня и квартира в Краснодаре, и дом за миллион долларов, и дети, у меня все есть. И я сижу, у меня позиция конкретная, я про Россию, я против политики либералов, ЛГБТ, США. Трамп не лучше, чем Байден, он такой же придурок, он собирается помогать Израилю, бомбить Иран, и он называет Россию агрессором, и он говорит, я Путина построю, я как выйду, я как стукну кулаком по столу, и я построю Путина. Да, они оба придурки. Да, они оба придурки. А ты, а ты сидишь на растяжке. Ты сел на пять стульев, ты сидишь, сел на пять стульев, тебя теперь проукраинцы ненавидят, и тебя уже российские блогеры тоже уже опустили по всем параметрам. Ты же ничего не знаешь. Вот блогеры украинские, посылать за никелем, это все, что можно. Но я тебе перед прощанием скажу, не забудь, что в США два языка, их на испанском и на английском, и никто не запрещает, наоборот. Все благо для этой минорити. В США больше языков. Официально документы все на двух языках. Ты сейчас где находишься? Ты сейчас где находишься? Я где надо, там и нахожусь. У нас два языка. Испанский. Какая тебе разница? Испанский. Ребята, канал Техаса в России, подписывайтесь. Там, по крайней мере, правильный контент про США, пророссийский контент, правильная вся информация про США, все, что происходит в США, правда, а не то, что этот Бабичев, который нахваливает Америку, говорит, что у нас тут демократия. Демократии в США нету никакой. США разваливается. В США будет скоро гражданская война. Это Юлька, по которой я говорил, Паша. Паша пришел сюда. О, еще один пришел. Нацик, нацик, это твой дружочек. Я вообще в шоке. Как можно дружить с таким русофобом, таким мерзким нацистом, этим Пашей? Ты с ним дружишь. Это мой дружок, мы с ним вдвоем ходим. Скажи мне, кто друг, и я скажу, кто ты. То есть вы оба, два русофоба, и ты просто скрываешь, потому что ты бабки на русских подписчиков зарабатываешь, поэтому ты прикидываешься, что ты такой, типа... Ну, Бабичев закончится, это печально. Тебя в Шереметьево на очистке не примут, потому что ты показал себя русофобом. Тебя не пустят. Ты очистку не пройдешь, фильтрацию в Шереметьево. Тебя назад. В России, тебе дороги нет, в США развалятся. Куда ты побежишь? Таджикистан. А таджики все работают в России на стройке. Вот, готовься, будешь прорабом на стройке работать. Паучу прорабом. А кем? Таксистом, что ли? Тебе очки не посмотрю, у тебя наглые глаза. Это надо заслужить. Это надо заслужить. Это надо только людям, которые любят Россию. А ты любишь американского Байдена. У меня Серега Минский влюблен в Россию страшно. Давай ради него. Ой, да ладно тебе, еврей. Слушай, ты вообще, ты живешь, ты, может, в Израиль переедешь. Вы, слушайте, вы евреи, вы заполонили США. Вы просто заполонили США. Это придурочный Трамп собирается Израилю тоже помогать, какие-то бабки отсылать. Вы уже достали, вы уже едьте в Израиль. Вы уже освободите белых людей от своего присутствия. Эй, давайте, она со мной не одной кровью. Бросьте эти гадости. Другой кровью. Юлька, сними очки. Я не одной кровью с вами, с евреями. Сними очки, я на тебя посмотрю. У меня куча видео на моем канале, ребята, Техасы в России, подписывайтесь. Куча видео на моем канале. Я без очков. Очень много видео. Так что, мужики, зайти, посмотреть, как мои красивые, зеленые глаза. Пока не сниму, потому что мне потом твои подписчицы придурочные найдут, будут на меня накидываться. Что, они и так накинутся? Ты же сказала, где-то без очков. Они на тебя и так накинутся. А вдруг они меня в реальном виде, в реальном мире у меня встречают тут где-нибудь в Техасе? Они в Оклахоме не живут, они среди индейцев не живут. Но я сейчас в Далласе. В Оклахоме у меня дача. Ну и в Далласе их нет. Кстати, Даллас, ты знаешь, я был в Далласе 4 года назад, ну так себе. Так все американские города, по крайней мере, почище, чем Нью-Йорк. Нью-Йорк-то вообще, извините, крысы, крысы вот такие бегают. И ЛГБТ-парады. Вообще позорище. Так Нью-Йорк вообще из Восточного побережья позорное, ЛГБТ-шники, сидите там, трансгендеры. Да была вот недавно, летала через Нью-Йорк. Ну вообще позорище. А метро? А метро с крысами? Загаженностью. Только что пролетала и сверху смотрела, это ничего не значило. Нелегалов. Наш губернатор садит всех нелегалов, автобус отправляет к вам в Нью-Йорк. Они там засрали все отели. Какой ужас, какой позор этот ваш штат либеральный, мерзкий штат. Там вот сидят такие только как вы. Вот сидит еврейская комьюнити там и все вот эти пидорасы там сидят у вас в Нью-Йорке. Ничего смешного там нету, это печально. Нормальные люди живут в Техасе. Либо в России, либо в Техасе и в России. Там и тут. Что вы еще имеете мне сказать? Уезжай в Россию. Да я не дождусь. Я не дождусь. Сейчас у меня дочка родит мне внука, а я поеду. А, мы ему паспорт сделаем российский. Ты потом вообще уедешь, Юлька. Уезжай. Куда? В Россию. Ты же потом вообще хрен уедешь. Почему? Через Мексику. Я уже, бабичек, я уже отходные пути придумала. Можно заказать частный вертолет или частный самолет. Прилетит тебя прямо в садик. У нас маленькие аэропорты есть для частных самолетов. Я сяду в этот частный самолетик и меня через Мексику отправят в Мексику, а в Мексике я полечу в Россию. Если эта придурочная страна закроет границы, потому что они начнут войну с Ираном, они начнут детей отправлять на войну с Ираном, а строят драфтинг, мобилизацию строят. Паша тебе привет передают. А что ты?